Как поработали в этом году и что запланировать на следующий форум «Мой бизнес» курс 2020 прошел в среду в Иванове. В мероприятии приняли участие представители регионального правительства, сотрудники центра, ну и, конечно, предприниматели. Это для них с 1 марта 2019 года по принципу одного окна заработала целая система по предоставлению мер поддержки. Бизнесменов консультировали, обучали, знакомили с полезными людьми и предоставляли финансовую поддержку. Благодаря помощи центра свое дело открыл 101 человек. В этом году мы работали по пяти направлениям. Это производительность труда, финансовая поддержка, сельское хозяйство, экспорт и технологическое присоединение к инженерным сетям. На следующий год, пожалуй, останутся те же направления. Может быть, немного еще добавим по сбыту, потому что мы каждое наше мероприятие измеряем анкетами обратной связи от предпринимателей. Абсолютно четко с ними сонастраиваемся, что им нужно, какой следующий шаг, какой следующий тренинг или обучение, или мероприятие, или какую меру поддержки. И поэтому все единодушно сказали, да, нужен сбыт. Поэтому на следующий год мы побольше времени просто посвятим сбыту. Будем работать с отделами продаж и по обучению, и по продвижению продукции. Финансовая поддержка – одна из наиболее востребованных услуг. За ней обратились 1400 предпринимателей. Мера ориентирована на малые, средние и микропредприятия. Конечно, есть критерии, которым получатель займа должен соответствовать. С каждым бизнесменом работают индивидуально. Если мы говорим о поддержке центра «Мой бизнес», мы говорим сейчас прежде всего о микрозаймах, которые выдаются, естественно, на условиях возвратности, платности и срочности. Максимальный срок предоставления микрозаймов составляет сейчас три года. Процентные ставки зависят от вида предлагаемого обеспечения, от того, в каком городе ведется бизнес. Например, для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в моногородах, мы предлагаем более льготные условия. Ставки у нас начинаются в настоящее время от 10% годовых. Мы не просим заплатить нам какие-либо комиссии. У нас очень прозрачный, очень понятный договор. Правительство работу центра «Мой бизнес» оценивает положительно. В этом году за поддержкой обратились более 10 тысяч предпринимателей. Власть тоже ждет обратной связи от бизнесменов. Обсуждается развитие, открытие нового направления по народному творчеству. Например, есть такой запрос у предпринимателей. Углубление, расширение перечня услуг по финансовой поддержке предпринимателей спрашивают. Обсуждаются такие темы, как открытие инкубатора каворкинга на базе центра «Мой бизнес». То есть вот это мы будем обсуждать и уже определяться, куда мы дальше будем двигаться. Самых активных предпринимателей, которые плотно сотрудничают с центром в среду, еще и наградили. Вячеслав Смирнов в их числе. В швейном бизнесе он уже 10 лет. Предприятие «Монте» выпускает одежду для дома и отдыха. Центру «Мой бизнес» предприниматель очень благодарен. Говорит, появясь он раньше, не совершил бы многих ошибок, свойственных начинающему бизнесмену. А еще сэкономил бы время и деньги. Вячеслав старается не пропускать профильные семинары, которые организует центр. «Мой бизнес» нам оказал поддержку по регистрации товарных знаков, по предоставлению консалтинговых услуг в сфере финансов. Мы с ними взаимодействуем по развитию проекта «Маркетплейс» Ивановской текстильной площадки, на котором будут представлены производители и проводится торговля по всей России. Александр Рыбаков стал победителем конкурса «Молодой предприниматель» в номинации «Услуги». Бизнесмен завел новые знакомства, поучаствовал в обучающих семинарах, съездил в Казань на всероссийский этап мероприятия. Александру всего 27 лет. Шесть из них он занимается бизнесом. В далеком 2014 году, когда моего приятеля завелись в постельные клопы дома, и мы самостоятельно решили ему помочь, избавиться от них. То есть нашли препарат, все удачно получилось, подали объявление на ВИТО и дальше пошло, пошло, пошло потихонечку. Стали помогать людям избавляться от насекомых. Главная задача форума – наметить курс на следующий год. Приложения предприниматели внимательно выслушают и проанализируют. А тех, кто еще не был в центре «Мой бизнес», ждут в гости. Полезное и нужное там найдется для каждого. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.